Процветание Процветание – это то, что идет всегда как следствие, можно сказать, как бонус. Бог, Он видит, во что ты сеешь. Возможно, сегодня в твоей жизни какая-то проблема, и ты должен знать, как нужно жертвовать. Когда ты жертвуешь, ты берешь свои финансы каждый раз. Не делай это по традиции. Ты берешь десятину, не делай это по традиции. Делай это с чувством полного осознания. И когда ты это делаешь, ты всегда сеешь во что-то. Кто-то сеет в исцеление своего близкого. Кто-то сеет в то, чтобы сегодня Бог помог ему подняться финансово. Кто-то сеет в то, чтобы сегодня Бог дал ему мудрость. Но во что бы ты ни сеял, ты должен знать, Бог даст тебе это. И Бог даст тебе больше. Он даст тебе и финансовое процветание. Однажды, когда я ехал на своем Мерседесе, это был мой первый Мерседес, который я пожертвовал. Вы знаете, я говорил множество раз, выходя на сцену в Перещепино, в своей первой церкви, я говорил, я буду жертвовать Мерседеса. Я буду жертвовать Мерседеса. Я буду жертвовать Мерседеса. У меня была старая Жигули двойка, которой было 30 лет. Ее заводили с толкача, толкала вся церковь. Они не верили, конечно, но я говорил, я знал внутри, я буду жертвовать Мерседеса. И пришел день, когда Бог открыл мне это слово Левит 22-29. Когда приносите Богу жертву благодарения, то приносите ее так, чтоб она приобрела вам благоволение. И я пережил это откровение. Бог открыл мне слово так. Приносите ее так, и Бог открыл мне это слово так. Потому что там написано так, но не написано как. И Бог открыл мне, что это нужно поставить себя в тупик, что это нужно в самом деле подставить себя. Нужно, чтобы ты помнил об этой жертве. Чтобы тебе было тяжело после этой жертвы. Месяц, два, три, может полгода, год. Чтобы ты ощущал, что ты в самом деле принес жертву. Чтобы ты помнил об этом всю жизнь. Когда я это пережил, у меня ничего не было, кроме этой машины. Это был Мерседес, он был очень хороший. 124-й кузов в то время, боже мой. Это была прекрасная машина в прекрасном состоянии. У меня кроме нее ничего не было. Ни жилья, ни денег. У меня даже нечем было практически заправлять ее. Но я решил ее пожертвовать. И я помню, как я ехал в Днепропетровске по Новому мосту. И я кричал, я кричал прямо в истерике. Я кричал, Бог! Бог! Я плакал и кричал, пожалуйста, дай мне пробуждение. Дай мне увидеть спасение людей. Потому что смыслом моей жизни после того, как Бог меня исцелил, после моего покаяния было только спасение людей. И я кричал и кричал, дай мне пробуждение. И я начал кричать ему, если ты не дашь пробуждение, то не нужно мне воздавать деньгами, не нужно мне воздавать машинами, не нужно мне ничего. Не дашь пробуждение? Не давай ничего. Вы знаете, в этот момент, когда я так кричал, отчаянно Богу, не дай мне ничего, если ты не дашь пробуждение, ничего не давай. Ничего не давай. Ничего тогда мне не надо. И в этот момент я был шокирован. Бог проговорил ко мне. Он проговорил Своим словом. Это было слово из Матфея, 6-й лавы, 33-й стих. Ищите Царство Божьего и правду Его. И остальное все приложится вам. И остальное все. Это именно материальное. Там речь идет об этом. И Бог проговорил мне этим словом. И как будто Бог мне сказал, что ты просишь пробуждение. Ты просишь того, что мне угодно. Ты просишь того, чего хочу я. Ты ищешь Царство Божьего. Поэтому я дам тебе пробуждение. Но и материальное я тебе дам. И машины, и деньги. Потому что если я не сделаю этого, я нарушу свое слово. С того момента я всегда знал, что когда я жертвую, во что бы я ни жертвовал. В спасении людей. Может быть, в исцелении какого-то человека. Во что бы я ни жертвовал. Но всегда Господь воздаст тебе. И даст тебе то, во что ты жертвовал. И даст тебе так же финансовую награду. Он вернет тебе то, что ты пожертвовал. Умноженное. Он вернет тебе это всегда. Не просто один раз. Он даст тебе новый уровень. Чтобы ты жил в достатке. И одно из секретов Бога, о котором я хочу сказать. Когда мы жертвуем. Именно жертвуем. Приносим жертвы так, чтобы эта жертва приобрела нам благоволение. Благоволение. И выражается в том, что Бог, Он делает так, чтобы то, что было для тебя жертвой, стало для тебя обычным делом. Он поднимает тебя на такой уровень, что эти деньги, которые ты пожертвовал, для тебя перестают быть большими деньгами. Бог переводит тебя на тот уровень, чтобы показать тебе, что... Знаете, Бог говорит всегда в таких моментах всю Библию. Он говорит, чтобы ты познал, чтобы ты познал, что я Господь. И Бог хочет, чтобы ты Его испытал, чтобы ты познал, что Он есть Господь, называющий тебя по имени, то есть знающий тебя лично. Он смотрит на твою жертву. Он смотрит лично на тебя. Именно то, что ты делаешь. Поэтому, когда вы жертвуете, когда вы партнеры, держитесь этого. Всегда будьте стабильны и будьте верны. Потому что Библия говорит нам, в книге притч говорится, верный человек богат благословениями. И вот когда ты партнер, когда ты верен, в любое время, даже трудное, ты остаешься верен. И твоя верность не только в том, что ты даешь то, что ты обещал. Да, это так. Ты даешь то, что ты обещал. И мы даем 10% десятину. И 10% мы даем партнерские. Но больше того, ты поднимаешь свою планку. Ты все время показываешь свою верность в том, что ты растешь в своих партнерских, растешь в своих жертвах. И верный человек богат благословениями. Не благословением одним. Потому что тебе нужно благословение в здоровье. Тебе нужно благословение в личной сфере, в семейной сфере. Тебе нужно благословение, чтобы оно опустилось на твою жену, на твоего мужа, на твоих детей. Тебе нужно благословение в финансах. Есть много сфер, в которых ты мечтаешь иметь благословение. Возможно, депрессия атакует тебя. Но когда ты становишься верным партнером, который верен, и верность выражается не только в том, что ты стабильно всегда верно даешь эти финансы, но также верность выражается в том, что ты растешь в своих жертвах. Ты приносишь целевые жертвы. Ты растешь в партнерских. Ты поднимаешь планку. Ты поднимаешь свой процент. И Бог говорит, что ты будешь богат благословениями. Есть люди бедные на благословения. Может быть, в чем-то они успешны. Может, даже у них есть деньги. Но у них нет счастливой семьи. У них нет разума, мудрости. У них нет ничего того, что сделало бы их счастливыми. И деньги даже становятся их проблемой. Деньги становятся причиной каких-то стрессов, неудач и переживаний. Бедный человек на благословение, друзья, это может быть тот, у кого есть деньги, но кто жаден и глуп. Поэтому быть богатым благословениями – это величайшее счастье в твоей жизни. Поэтому будь верным Богу. Будь верным как партнер. Будь верным, стабильным в десятине, в партнерских. Будь верным в том, чтобы расти. Это твое благословение. Это передача выходит благодаря партнерам. Вы можете прямо сейчас стать партнером и перечислить финансы. Божьи. Сомнадцатые. Продолжение следует...